В моем посылке как раз есть активисты, которые занимаются. Креатив это прекрасно, но для креатива нужно быть профессиональным. Я рассказываю в основном для тех, кто еще этим особо не занимался. На самом деле один из главных посылок нового рассказа в том, что работать со СМИ в принципе просто. И основная проблема, почему многие общественные компании не появляются со СМИ, это просто потому, что они не работают со СМИ, даже не пытаются, не начинают. Я не знаю по каким причинам, но как одна из инициатив рассказа в ВОЗ, мы провели такие одиночные пикеты на улице Тверской, но ни одно СМИ про нас не написало. Я спрашиваю, а вы приглашали СМИ? Нет, мы не приглашали. То есть для того, чтобы СМИ узнали как минимум, нужно высылать им пресс-релизы. Спасибо. Спасибо. Соответственно, это как раз и есть минимум работы – это написать о событии и отправить СМИ. А все остальное – это уже как сделать это лучше, чтобы была высшая вероятность того, что это выйдет. СМИ важна общественно значимой информацией. Ну, если вы общественные активисты, значит, вы занимаетесь чем-то общественно полезным, а не лично для себя. Уникальная, новая или актуальная. Если, например, у вас что-то произошло по реновации, то высший шанс, что про это напишут сегодня. Поскольку это важный общественный контекст. Вот примеры СМИ. Надо просто пройтись по каждому сайту, собрать их имейлы, и у вас уже будет база СМИ. Если у вас что-то происходит важное, то вы отправляйте в них. И если это важно, то все остальные СМИ, они об этом просто узнают. Вот. А если у вас появляются вопросы вот непосредственно по ходу, то спрашивайте. Да. Можно, пожалуйста, получить презентацию? Презентация будет, как вы сказали. Соответственно, это бывают информационные агентства. Ну, Эхо Москвы, например, они очень много пишут об общественных деятельностях. Ну, это и СМИ, и это и информагентство, и сайт в интернете, и радио. Агентство социальной информации, оно не такое известно, но оно зато по нашей теме. Вот. Регнум про нас тоже писали. Коммерсант Новая газета, то есть есть бизнес-издание. Это городское локальное издание, Московское. Радио Свобода. Тоже они очень много пишут про социальную тематику. Активатика очень много. По всей России социальная тематика. Притом зачастую такие вещи, про которые другие СМИ не пишут. ОВД-ИНПО – это если задержали, то или не согласовали митинги, то они тоже, кстати, напишут. Новострой.ру – тоже недостатализированные СМИ. Ну, из этого видно, что переведение, как правило, оно слабо интересуется. Или интересуются после информационных агентств. Они, в принципе, и сами живут на вас. ОВД-ИНПО – это одно, а Новострой – это одно? Да, это разные как бы издание. Так, и ваши собственные ресурсы. В прошлый раз была про организацию общественных компаний. Я рассказывал, что желательно иметь группу на Фейсбуке или в Контакте обязательно. А страницы на Фейсбуке – это там, где ваша основная информация, это группу пишут все, кто угодно. Там очень-очень много постов, а на странице там их меньше. На сайте самая главная информация, она структурирована. Там описание проблемы. Туда вы можете загрузить файл. Там на странице на Фейсбуке – это сложнее. И внутренние ресурсы – это всякие чаты и рассылки. Тоже относятся к пиару. Теперь, собственно, по презентациям всего остального – это пиар и общественная компания, СМИ и пресс-релизы, информационные поводы, форматы ТВ-радио и несколько других полезных вещей. Так. Общественная компания. Соответственно, политическая составляющая. То есть вы чего-то добиваетесь от чиновников. Если, например, это какая-нибудь выборная должность или у них есть начальники, которые следят, то чем больше публикаций, тем больше им захочется как-то пойти к вам навстречу, потому что вы просто увеличиваете политический вес проблем. А юридическое, то есть если это суд или государственный орган, то им тоже зачастую важно привлечение внимания к этому, хотя, наверное, меньше. Политическое, физическое противостояние. Ну, про это не так много пишут, и людей вы особо не привлечете, потому что СМИ очень широкие аудитории, как правило. То есть вам нужны или районные СМИ, или, ну, зачастую этих правильных СМИ нет. К сожалению, в Москве сегодня. Поэтому здесь практически ничего не будет. Никак не связано. Работа с соцсетями и с гражданами. Работа с соцсетями, если про вас написали какое-то хорошее издание, то в соцсетях это расходится лучше, чем то, что пишете вы. На странице очень удобно, там можно смотреть статистику, сколько было просмотров, перепостов. И вот публикации в соцсетях, они вызывают в разы или даже в десятки раз больше откликов, чем то, что пишете вы зачастую. Ну, по-разному тоже. В среднем лучше. Во-первых, потому что доверие к СМИ выше. Во-вторых, потому что они, в принципе, делают качественнее, чем вы. То есть это целые редакции, там и редакторы, и профессиональные журналисты. Соответственно, огласка в СМИ усиливает каждое направление работы. И если вы занимаетесь чем-то и нет работы со СМИ, то это, в принципе, важный повод задуматься и сказать организаторам, что вот я занимаюсь вот судами, а почему ко мне не ходят СМИ, как бы давайте все-таки кто-то будет все-таки работать со СМИ. И с отдельными гражданами, как я сказал, доверие. То есть если вы в чате обсуждаете какую-то проблему, говорите, что вот там на нашем сайте написали то-то, вы высылаете ссылку, то это значительно менее эффективно, чем если вы вышлите ссылку на коммерсанта или какой-то другой серьезный уважаемый человек. Поэтому в СМИ они очень полезны. Ценности фиар. Но при этом, я хотел сказать, что нельзя СМИ использовать, наверное, как такой механизм, как просто для собственных целей. То есть надо уважать то, что у вас есть ценность донесения информации до граждан. Так же, как и на митинг, вы приходите... Ваша цель не согнать побольше людей, а чтобы вы обеспечиваете людям возможность прийти в эту свою позицию на митинге. Но это вот такие тонкие различия в вашем отношении. Работа пиарщика, конечно, это сбор информации. То есть если вы проснулись, вы смотрите, было ли у вас что-то на Фейсбуке по вашему парку, по проблеме. Если что-то было, то вы смотрите, что это было, пытаетесь, может быть, найти какой-то важный комментарий, если что-то непонятно, а если из поста все ясно, то вы пишите пресс-релиз, его отправляете по СМИ, а потом отслеживаете, какие публикации вышли. Если что-то не так вышло, то вы просите журналистов исправить ошибку. Ну или просто постите в своей соцсети потом, в сети вашей организации. И более постоянная работа – это сбор контактов заинтересованных журналистов, ответы на запросы журналистов и установление связи с новыми журналистами. Соответственно, сбор контактов происходит по публикациям, которые были близко по вашей теме. Ну, СМИ, которые я перечислил, это, естественно, не все, но хотя бы какой-то минимум, чтобы была какая-то работа и газет много. Надо просто смотреть, какие СМИ пишут по вашей теме и собирать их контакты. И все. Если к вам приходят журналисты на мероприятие или просить комментарий, просить их контакты, обязательно email и включать вашу рассылку в пресс-релиз. Теперь все-таки определение, что такое пиар. Пиар – это долгосрочная двусторонняя коммуникация. То есть, во-первых, это не один раз вы что-то отправили и забыли, это не пиар. А во-вторых, вы все-таки смотрите какую-то обратную связь или непосредственно связываетесь с журналистом. Ну, это нечто социальное, скорее, чем технологичное. Так, и чтобы хорошо передавать ваши сообщения, надо, я считаю, что самое лучшее – это работать в социальных сетях, потому что вы сразу же получаете обратную связь. Вы понимаете аудиторию, ценности и так далее. Развивать, безусловно, собственные ресурсы, писать тексты, понимать разнообразие аудитории, понимать контекст и участвовать тоже в разных проектах. Так это будет в плюс вам, как пиарщику, и в том числе и для вашей… Даже если вы занимаетесь одним проектом, то участие в другом будет, безусловно, в плюс. Хотя бы потому, что вам наверняка подтянутся несколько журналистов, которые про ваш проект не писали. Так, соответственно, пиарщик в организации. Во-первых, работа с информацией должна быть централизованной. То есть нельзя, чтобы один говорит одно, другой говорит другое. И вы обязаны владеть всей информацией, все, что происходит. Потому что зачастую активисты, они… Может произойти что-то очень важное, но при этом вам… Если вам об этом не будет известно, то об этом никто не знает. К сожалению, вы являетесь лицом организации, потому что вы представляете СМИ. Если у вас какая-то своя особая позиция по Путину, Навальному, Крыму и так далее, то все это не касается вашей темы. И не надо это особо писать там ни в своих страницах в соцсетях, ни тем более как-то связывать эти вещи с вашими пресс-релизами. А также вы должны спрашивать организацию о том, ну, то есть если происходит что-то достаточно сложное, то вы должны спросить инициативную группу, какая наша позиция по этому вопросу. Вот, или в отставку, или там, или по кону второй раз, или еще что-то. Вот, то есть это ваша задача. Требование к пиарщику – это, прежде всего, честность. Критически рассматривать факты и опираться на достоверные источники. Если там жители что-то сказали, то так и написать что-то по сообщениям жителей. Но это относится к предыдущему честности, потому что если вы что-то написали, и это оказалось неправдой, то вы хотя бы все знают, что это сказали жители, а не вы, как вы сказали. Потому что если вы обманываете раз, то потом вам никто не поверит. Поэтому честность – это, безусловно, базовая вещь. Точность, то есть некоторые люди любят писать то, что они не совсем понимают, пишут про митинг, экстремизм, какими-то такими же словами бросаются, при этом они… Может, они просто кого-то повторяют в этот момент? Да, вполне вероятно, что они повторяют на… Потому что слово «экстремизм» очень часто в нашем словах происходит. Да, я понял, да, совершенно верно. Соответственно, сообщение должно запускать неправильную или двойную интерпретацию. Надежность, потому что многие активисты, они что-то могут пообещать и исчезнуть, а пиарщик из такого нельзя, потому что кроме него никто, в общем-то, не вышлет, скорее всего, этот пресс-релиз. И, конечно, надо быть достаточно грамотными и аккуратными. То есть, ну, как минимум, с уважением подходить к этому делу, потому что работа журналистов, она тоже добровольная. У вас тоже конкуренция за появление в СМИ. Если журналисту просто неприятно читать необрядный релиз, то, может быть, ему не закончится просто публиковать. СМИ интересны. Какая-то общая проблема, там, не знаю, вырубка парка в Москве. Ваша конкретная проблема менее интересна, то есть ваш конкретный парк достаточно слабо интересен. Совсем мало интересны. Ваша организация и вы точно вообще не интересны. Но все, что я говорю, это не абсолютно, потому что для иностранных СМИ, например, им интересно, как какие-то жители борются в стране в отсутствии государства. И у вас то, что вы спасаете, там, ваш парк, он гораздо менее интересен. Но обычно это именно так. И СМИ очень важны эксперты, которые могут рассказать. То есть вы должны разбираться в этой ситуации. Соответственно, ваша публикация, то есть сначала вы ее пишете, потом вы отсылаете журналисту, он может быть интересно-интересно. Потом в зависимости от редакционной политики она может попасть в эту публикацию или не быть опубликованной. И потом у каждого СМИ есть своя аудитория, и вы всегда должны понимать, с каким изданием вы работаете, какая у него аудитория, какие у него ценности и взгляды. И в зависимости от этого формулировать свою позицию. Но если вы пишете пресс-релиз по многим адресам, то обычно это единый пресс-релиз, и это уже не так важно. Но все равно надо это понимать. Послание. Вы за один раз в одном послании можно сказать одну или максимум две идеи. И чем шире аудитория, тем проще должно быть это послание. Основные материалы в СМИ — это новость, это самый главный жанр. То есть, если вы хотите, чтобы написали, надо искать какую-то новость. Ну, чуть реже это выходит статья «Как застраивать такой-то пак». Ну, таких публикаций мало, но они тоже появляются. И совсем редко это ваши комментарии. Это, например, если проходят публичные слушания, даже не по вашей теме, то журналисты могут к вам обратиться по публичным слушаниям в вашем районе. Вы должны или там быть, или дать желательно знать контакты людей, которые там были, и просто тогда выйдет ваш комментарий. Вот. Поэтому ориентируемся в первую очередь на новости. Теперь новости передаются по пресс-релизам. Именно вот эти пять бвв и как, кто, что, когда, где, почему — это все должно содержаться в вашем пресс-релизе. Структура пресс-релиза — это, в принципе, перевернутые пирамиды. Сначала пишется все самое главное — заголовок. Это самая главная, наверное, часть пресс-релиза, потому что множество журналистов, они задумаются открывать или не открывать ваше письмо. Именно по заголовку. Вот. Не надо писать «О, у нас случилось такое», надо именно вашу мысль передавать в заголовке. Не больше семи слов желательно, 60 символов, 70 символов, потому что тогда новость попадает в Яндекс.Новости, там как в одну строчку, там не облезается ничего. И очень хорошо, когда есть глагол в заголовке. Ну, там очень много пунктов именно по заголовкам, можете поизвечать в интернете. Далее идет лид — это один абзац, который передает суть вашей новости. Все самое главное — в нескольких предложениях. Далее идет тело текста, которое поясняет это. Далее идет цитата, обязательно. Скорее всего, это ваше, потому что пресс-релиз пишется быстро, и вы ни за кем бегать не будете, чтобы взять какую-то цитату. И люди тоже не сразу вам ее дадут. Вот. И далее бэкграунд, то есть контекст. То есть если вы пишете про вашу стройку, что-то произошло, то вы хотя бы в двух словах напишите, что вот там. Там идет стройка, там такая-то компания строит, там вот. Ну, всякое такое. Тоже. Вот. Чтобы... Ссылка на источник далее. То есть вы обычно постите у себя на Фейсбуке или на сайте, и высылаете эту ссылку журналистам. Документы или фотографии. Ну, ссылка на все вот это вместе. Ну, да, потому что если вы пишете какую-то новость, то им надо регистрировать или документами, или фотографиями. И далее контакты людей, с которыми можно связаться по этому поводу. Обычно ваши. И вы пишете такой-то, такой-то, член инициативной группы, защита такой. Ну, не просто так. Чтобы они могли это использовать. Так. Далее. Вы должны не просто излагать события, но доносить вашу позицию по этому вопросу. И еще в тексте должна быть извинка. Например, вы пишете, что вот такое-то ведомство оштрафовало застройщика. Вот. Это новость. Но при этом другое ведомство нам ответило, что у застройщика все законно. Вот. Это сразу добавляет интерес к тексту. Не надо писать информацию, предоставим по запросу. Надо писать все здесь и сейчас. Все ссылки высылать. И самое главное, это писать простым и понятным языком. без консервиритов, без сокращений. Понимать, что это будут читать люди, которые не в курсе вашей темы. И важное свойство пресс-релиза, что его можно просто взять, скопировать и вставить на сайт. Без каких-либо правок. Да. Что значит в серые действия сейчас? Бывает, что в 60-70 символ никак не поместится. Нет, нет, нет. Это заголовок. А, заголовок. Понимаете, новость, она вот, вы посмотрите просто, какие новости бывают на сайтах, это обычно там, ну, несколько абзацев. А в ЛИДах нет ограничений. Что? В ЛИДах нет ограничений. В ЛИДах нет ограничений. А ЛИД – это несколько предложений. Ну, вот вы говорите, что это абзацев, несколько предложений. Ограничений нет. Там никаких не будет сложностей, если мы чуть-чуть. Как я сказал, суть ЛИДы – это чтобы журналист мог быстро понять информацию, быстро понять вашу суть. Потому что это переводная пирамида. Продолжения огромными делать не надо, потому что надо писать простым языком. Вот. Максимально все просто. Но в ЛИДах есть на общий объект? А, соответственно, вас никто не убьет. Да, очень важное, очень важное дополнение. Достаточно одной страницы А4. Вот. Это стандартный пресс-релиз. Если идет большой бэкграунд, то можно и больше, в принципе. Но самое главное, естественно, оно должно быть в самом начале. Ну, то есть, а если больше? Потому что, ну, человек действительно читатель, он это не поместит. Если это все релевантно, если это важно, то может быть, конечно, и больше. И тогда, как можно структурировать? Дражные ссылки засловываете? Да, естественно. Ну, я пишу, если у меня какой-то отдельный документ по ссылке, то я, естественно, его не перепечатываю весь, а пишу, что подробнее о том-то можно посмотреть там. И далее, если кто-то заинтересуется, они... Вот. Это как раз принцип Пирамиды. То есть, сначала, ну ладно, вчера в 9.30 вечера президент был застрелен убийцей. Вот. И понятно, какой президент Линкольн. Вот, и так далее. Далее там пишутся какие-то пояснения. Есть надежда, что раны окажутся... А, ну это про другого. Там уже про его помощника не так важно, как бы застрелить его. Вот. И тут информационно в период же Пирамиде сначала он был застрелен убийцей, а потом он, президент Линкольн был весь, его настроен оптимистично. То есть, это все не хронологически. Так. Вот еще пример, что вы думаете о таком пристрелите. Да, это, наверное, про дневную встречку. А. А. Буквально 10 секунд, представим, что мы журналисты. И вы решаете, публиковать это или нет. А. Ну что, какие есть мысли? Читаем. Что? Это надо читать. Ну, это надо читать быстро, как бы. А. 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 А, нету глагола, да, с вами. Да, совершенно верно. Это что-то ужасное. Ну ладно. Да. Если хотя бы... Ну и что, что он посетил? Даже если бы он посетил, в принципе... Это уже чуть лучше, но... Вопрос, как бы, что он сделал? Не знаю. Видите, он обещал тщательно разобраться. Ну, хотя бы вот... Анищенко обещал разобраться. Вот это уже, что-то более конструктивно. Потому что посетил, это действительно непонятно, к чему это. Ну, далее вот это... Ну, далее вот это... Что там было написано? Назравшиеся незаконные строки, понятно. А так вообще, посетил и посетил. Здесь я сократил, как бы, все. Да. Тут, в принципе... Да, мне кажется, нет. Вы тоже поспокороче. Там известные российские государственные деятели... Да. Ну, тут, на самом деле, мне сразу бросается в глаза манипуляция. То есть, это вот... Журналисты, они люди очень критичные. И Дефирамбы и Анищенко, они будут или смеяться, или считать, что вы им манипулируете. И в соцсетях как раз выложили тоже этот текст. И там люди сразу написали комментарии. И, в общем-то... Ну, посыл такой, что, в принципе, русский язык здесь не такой плохой. Но при этом нельзя манипулировать аудиторией. Это не очень хорошо. Вот. Еще тут 28 октября он посетил 23 октября. Это не очень хорошо как-то. Больше было сразу же, в тот же день, и все отправить. Ну, не судя, в общем. Так. Рассылка пресс-релизов. Она происходит своевременно. Ссылки на фото и документы. Не надо их прикреплять, пожалуйста. Я говорю, как человек, у которого реалистически переполняется почта. Это очень плохо. Я думаю, что журналисты это не любят. Давайте именно ссылки в приложении и текст релизов. Потому что переносы слов очень бывает сложно скопировать непосредственно текст из самого почтового сообщения. А в тексте и в точке, да? Правильно я говорю? Да. Потому что если вы пошлете в голову письмо с аточным-то, то журналисты это тоже очень сильно раздражают. А, еще и в папку больше можно сидеть? Ну, я не знаю. Вы пишите по вашим контактам. Так все адреса впишутся в скрытую копию. То есть не надо персональные данные распространять всем для всех. Неработающие адреса удалять, потому что иначе действительно увеличится вероятность попадения вас в спам. Так, по желанию журналиста. Это я, собственно, спросил главного редактора агентства социальной информации. Она пишет, что релиз должен быть свежими по существу вопросов, краткими, рассказать о себе и акции в шести предложениях. Кроме того, должна хорошо себя представлять и в интернете быть прозрачной и быть доступной для комментариев. Это также относится к собственным ресурсам, потому что если вас нет в интернете, то очень большой вопрос, кто вы есть. И журналисты, может быть, не очень захотят. А если они могут посмотреть ваши страницы и гораздо лучше понять о вас. Если, например, у вас в группе постоянно идет ругань, то это, я думаю, вам в минус. Хотя журналисты, конечно, они относятся к достаточно лояльным активистам. Но надо следить, потому что пиар, как я и говорил, это пиар во всем. И вы, в общем-то, отвечаете за все вещи, не только непосредственно связанные со сном. Ну и хорошие релизы написаны внятным языком, с множественными цифрыми и фамилиями. Хоть в исходном виде, хоть на их основе идет материал. Соответственно, очень важно обязательно, если акция, то писать, сколько туда пришло людей. Потому что в той или иной степени все эти вещи, они про людей. Это можно посмотреть фотографии участников раздельного сбора отходов. Они фотографируют мешки с мусором, например. Вот это не очень хорошо, лучше фотографировать людей. Ну, просто необходимо. Информационные поводы. Да, это, собственно, самое важное. Лучший – это митинг, при него больше всего. Пикет – это гораздо менее большая акция. Но тоже можно написать флеш, могут. Это в сегодняшней ситуации реже, но раньше бывало. Потому что у нас полиция арестовывает за все. И есть прекрасный формат – это передача обращений. То есть у вас петиция 10 тысяч подписей, вы ее несете публично куда-нибудь в мэри, например. За эту частью пока не арестовывают. И СМИ на это приходят. Юридически. Обязательно, если по вашей проблеме кто-то подал в суд или на вашу компанию подали в суд, или, ну, компанию, против которой вы водитесь, или их оштрафовали, или какое-то уголовное дело, обязательно это надо отсылать в СМИ. Репрессии в отношении активистов. Обязательно про задержание. Обычно информационные поводы не более двух в неделю, потому что слишком часто права списать никто не будет. И даже два в неделю тоже, скорее всего, не будут. Но всякое бывает, как бы, в смысле, надо в любом случае отталкиваться от событий. Вот. Это примеры моих пресс-релизов. Это всякие заголовки. Вот. На живописной произошел пожар. Ну, может быть, хороший заголовок. Может быть, не очень. Я сильно не задумываюсь. Самое главное во всем этом, это что вы пишете, как вы это понимаете. И журналисты, они сами сделают прекрасный текст, потому что они профессионалы. И не надо, там, думать день, как лучше написать. Хотя, конечно, надо стараться. Если у вас есть время, то можно и задуматься серьезно. Любой хороший текст, он требует времени. Как минимум два часа идет, там, пресс-релиз. Если какое-то заявление, то несколько дней могут писаться на нем. Несколько страниц. Вот. Это работа, и не надо печалиться, если у вас просто плохой текст. Надо просто тратить на это время, и со временем они станут у вас лучше. Так. Митинг. Теперь про форматы мероприятий. Митинг. Пишется три анонса, подали заявку, согласовали. И за несколько дней вы рассылаете СМИ, что митинг состоится. Вот. Выходные не надо рассылать, потому что редакции многие не работают. Они к вам никого не направят. То есть, когда получаешь разрешение или за несколько дней до самой акции? За несколько дней до акции, да. Напоминать журналистам, потому что согласовали обычно дней за десять. Вот. А вы там дня за два-три там по обстоятельствам напоминаете. Приходите. Пострелиз обязательно в течение нескольких часов после митинга. Вы заранее делаете какую-то заготовку пострелиза и на основе ее там добавляете какие-то актуальные вещи. Но не надо день думать над пострелизом. Это очень плохо. И обязательно, конечно, если у вас люди куда-то пришли, акция, то обязательно должны быть фотографии в вашем посте. Отправляйте пресс-релизы утром и днем. Не вечером, потому что журналисты не работают. И выходные тоже обычно не работают. Ну, если у вас что-то экстренное, то можно, наверное, выходные. Лучше этого общий контекст. То есть, если у нас сейчас прямая линия Путина, то, наверное, ваш релиз будет не самым интересным. Вот. И если у вас день экологии, то подумать, может быть, к этому дню стоит подготовить какое-то свое событие. Митинг разослать быстро. Так. Ну, тут всякие. Есть СМИ, которые пишут о событии во время события. И скриптер очень удобно выкладывать какую-то фотографию или девочки. Они могут написать. Но, естественно, заранее с ними договариваться. Суд. Так. Суды важны. Документы. Важны какая-то отписка, где там кого-то оштрафовали. Вот. А тут срочность совершенно не важна. То есть вы там... У вас сегодня митинг, а через неделю вы там... Отослали этот документ про штраф. И это никто не обидится, потому что он не привязан ко времени. Так. Соответственно, еще... Сколько у меня времени? За 5 минут. А, за 5 минут. Это очень много. Хорошо. Соответственно, если газеты, например, выходят редко, раз в месяц. И вы хотите, чтобы они дали анонс вашей акции, несмотря на то, что она не согласована, то надо это заранее, обязательно продумать. И... И просто высылать им, может быть, без указания места и времени, написать, что вот, информация будет там-то. Потому что, иначе, если вы вышлите, там, когда вам согласуют, то уже газета про это не напишет физически. Теперь, чтобы попасть в телевидение, важно, чтобы у вас было какое-то движение, картинка. То есть, делать видео или приглашать ТВ. Но обычно они никуда не приезжают. Только в случае экстренного. То есть, например, если ночью вас там избивают застройщики, то есть ряд изданий, которые надо заранее взять их ВКонтакте и как-то задуматься и просто обзванивать, и они приедут. В 4 часа утра. Вот. Это не точно. Вот. Соответственно, но в любом случае надо уметь самим снимать видео. Так. Есть всякие онлайн-трансляции, но тут проблема в том, что, может быть, проблемы со связью, и у вас вообще не получится видео. В таких случаях лучше просто снимать на телефон и выкладывать потом. Вот. Если у вас что-то не особо интересное, то можно в трансляцию, смотря где у вас больше подписчиков. Обязательно держать смартфон горизонтально, потому что у нас у телевидения формат горизонтальный. Очень важный хинт. Если вы идете на встречу с чиновником, то тоже можете делать свои видео. Вот. Можно снимать вот так, как бы. То есть это такая ненавязчивая, незаметная форма съемки. Вы держите и общаетесь непосредственно с ним. То есть вот на уровне пояса, например. Вот. Так делать видео. Потому что если вот так, то это довольно агрессивно и это будет всем заметно. Не обязательно снимать весь разговор с чиновником. Вы можете прийти, как бы заснять его, что он там сидит, положить с телефона. При этом все время идет запись. И понятно, что это происходит разговор именно с этим чиновником. Их можно использовать в своих соцсетях. Ну, для СМИ это все и не так интересно, конечно. Но зачастую какие-то комментарии чиновника, они могут вызвать гораздо большую реакцию именно в соцсетях. Так. Фотографии. Они должны отражать суть события. То есть вы пришли на митинг. У вас, кроме блана, что очень много людей. Вот. Там пару фотографий. Вот там сбор подписей идет. Вот такой-то плакат. Вот. Но самое важное, конечно, у вас в этом мероприятии это, что много людей. И обязательно писать в пост-релизах сколько было людей. Это, наверное, самый важный параметр акции. Вот. С радио все просто. Они вам все звонят, управляют вас. Вы решали, если вы там замикаетесь или еще что-то. Вот. Очень просто. Так. На фотографиях, если вы пишете о том, какая у вас акция, замечательно и весело, то надо стоять улыбаться. Вот. Если вы пишете, что вас избили, то не надо улыбаться. Вот. Это тоже очень важно. Измерение в пиат. Ну, для активистов это практически слабо возможно изменить. Хотя профессиональные пярщики, они проводят измерения. Вот. Но в любом случае надо получать обратную связь. То есть вы выслали релиз и смотрите, сколько вышло публикаций. Вот. Вы понимаете, что является новостью, что не является. Вот. Что вы сделали не так и учитесь постоянно. А черные пятны против активистов это постоянно. Проще всего это игнорировать и не распространить на своих ресурсах. Не надо отвечать прямолинейно, что мы не пятая колонна, потому что в словам не, например, они подсознательно просто исчезают. Вот. Надо просто заниматься своим делом и не пытаться переключаться там на черные пиарах, которые у нас так пишут. Просто относиться к этому спокойно. Вот. И как про то, что у вас много пишут, тоже относитесь спокойно. Это, наверное, не ваша заслуга. Это просто… Это значит, что это общественно значимая информация. Ну, хотя тоже при этом. Опровергать фактами не на своих ресурсах. То есть пишите… То есть устраивать какие-то гневные дискуссии лучше на ресурсах, которые про вас вот так пишут. Так. Соответственно, на Фейсбуке и на Тинде можно жаловаться на эти публикации. Вот. Ну, в принципе, это показывает, что ваша работа эффективна. Поэтому это тоже, в общем-то, хорошо. И, как правило, черную пиару никто не видит, не верит. Наоборот, люди начинают как-то больше в вашу защиту выступать. Соответственно, если даже вам не удалось как бы спасти свой парк или еще что-то, ну, в большинстве злочек, к сожалению, активисты не побеждают, то… Или там… В общем, есть несколько уровней пиара и… Есть… Это уровень проблемы, организации, сектора, то есть, например, всех экологических активистов. Вот. И уровень каких-то ценностей, что надо спасать парки и так далее. То есть, в любом случае, от работы со СМИ, от нее есть вот именно такой результат, может быть, на более высоком уровне, даже если ваше конкретное дело, может быть, это не так сильно влияет, но мы видим, сколько государственными органами, сколько пропаганда вкладывает сил в пиар, поэтому это действительно важно. Вот. Соответственно, дополнительная информация – это будет такой курс Центра развития некоммерческих организаций, пиарных правозащитных организаций. Может быть, они его публикуют, но пока много нет. Агентство социальной информации пишет, что они рассказывают про пиар-активатика. У них тоже есть несколько лекций. Ну, просто гугли ищите. Предыдущий метап – это организация общественных компаний. Есть еще школа блогеров. Красная Москва есть такой проект, но там была одна школа блогеров. Но, как бы, может быть, еще будет, может быть, они должен что-то. Далее такой направлений, как СММ, изучать полезно. Коммуникации. Базовая вещь в коммуникациях – это эпатия и рефлексия. То есть вы чувствуете вашу аудиторию, и вы потом анализируете свои собственные послания. Это рефлексия. Первое – это эпатия. Социальная психология тоже помогает. Социальная реклама и фандрайзинг – это не вошло никак в эту лекцию. Но фандрайзинг – это тоже очень близок к пиару, потому что это именно долгосрочное отношение. И если вы открытые – это тоже очень важная ценность – публичная компания открыта. Если вы открытые, пишите регулярно, что вот, там, вы столько работаете. Ну, естественно, не прямо писать, а просто пишите информацию. То люди, которые вас читают, они довольно легко, как бы, в случае необходимости, они собираются деньги. Поэтому для активистов это обычно не актуально, потому что это очень легко. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ